МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В соответствии с майским указом президента России в стратегии зафиксированы основные векторы развития по 12 направлениям, которые в дальнейшем получат продолжение в государственных программах Чувашской Республики. Поэтому предусмотрена разработка 22 государственных программ Республики, принятие которых планируется до конца текущего года. Главный стратегический приоритет – это стабильное улучшение качества жизни населения на основе формирования наукоемкой модели развития экономики, ключевой движущей силой которой станет человеческий капитал в экологически чистом, ухоженном, сильном регионе. Были определены три основных сценария развития. Целевой сценарий был выбран в качестве основного. Он учитывает приоритеты и цели развития Республики. И этот сценарий характеризуется интенсивным развитием высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики, цифровизацией всех сфер деятельности, предусмотрено усиление инновационного компонента экономического роста с целью технологического прорыва ведущих сферах деятельности. Без денег и без квартиры 43 человека в Чувашии имеют статус обманутых дольщиков. Однако теперь в Республике будет действовать новый механизм решения этой проблемы. Какой именно, рассказали на выездном заседании рабочей группы Госсовета Чувашии. Строили, строили и, наконец, достроили. Правда, уже не строительная компания, а сами участники долевого строительства. Одиннадцатую позицию по проспекту тракторостроители должны были сдать еще два года назад. И чтобы, наконец, въехать в свои квартиры, будущие жильцы были вынуждены объединиться и дополнительно скинуться деньгами. Люди помогли, пошли на встречу, поняли, что они организовали. Пошли на встречу нам. Я должен с ними рассчитаться. Я понимаю так, что на этой неделе акт ввода в эксплуатацию будет подписан. Сегодня госстроенадзор Министровичу выдал заключение о соответствии данного дома требуем проектной документации. И следующий этап – это обращение в администрацию города Чебоксары за выдачу и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Такой хэппи-энд возможен не всегда. Чтобы справить новоселье, запланированное еще на 2016 год, будущим жителям позиции номер 6 по улице Гражданская нужно где-то найти 27 миллионов. И это при том, что молодые семьи все эти годы вынуждены платить ипотеку и снимать квартиру. А некоторым и вовсе приходится жить в дачном домике. Купила квартиру в 2016 году в апреле. Дом был действительно 80% почти готов. Посмотрела квартиру. Стены понравились, расположение понравилось. Июнь прошел, сентябрь прошел, но в декабре это точно должны были сдавать то уж. Больше ничего не делается в этом доме. Судя по всему, этот дом станет первым, где опробуют новый механизм решения проблемы дольщиков. Новый застройщик достраивает проблемный объект, а взамен без аукциона и торгов получает земельный участок под другое строительство. Соответствующие поправки в закон накануне приняли депутаты Госсовета Чувашии. У нас просто есть закон, по которому глава Чувашии имеет право выделять земельные участки без проведения торгов. Раньше в этот закон входили инициационные проекты. Мы дополнительно, получается, внесли еще выделить земельный участок без аукциона тем застройщикам, которые будут решать проблемы обманутых дольщиков. Минстрой уже ищет компанию, которая завершит строительство. Если такая найдется в ближайшее время, то Новый год дольщики шестой позиции по гражданской смогут встретить в новых квартирах. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах обсудили развитие гидродинамики больших скоростей и кораблестроения. Это тема очередной летней научной школы конференции, которая посвящена выдающемуся земляку Алексею Крылову. В этом году в Республике отмечают 155-летие со дня рождения академика. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Алексея Крылова называют классиком корабельной науки. Именно он изобрел гирокомпас и теорию качки судов, неся весомый вклад в развитие страны. В ученом зале Чувашского госуниверситета последователи академика. Один из участников конференции приехал в Чебоксары из Южной Австралии. Личность Алексея Николаевича Крылова – это легендарная личность и огромное уважение к личности этого человека, к его вкладу в науку, в инженерное дело и в основу судостроения в России. Ну, кроме этого, я работаю в Австралии, я сотрудничаю с Александром Юрьевичем Иваницким по математике. У нас совместная работа готовится в печати. Школа гидродинамики больших скоростей была образована в начале 80-х. 15 лет назад она получила статус международной. Главная задача конференции – дать толчок к развитию инноваций. Среди участников немало молодых ученых. Это уникальный формат обмена опытом и городовыми знаниями. Участвуют как раз и молодые ученые, и тем самым они получат, я в этом уверен, дополнительные стимулы, как нужно заниматься любимым делом. Мы вкладываем средства в человеческий капитал, создаем комфортную среду для наших жителей, для того, чтобы наши молодые специалисты могли самореализоваться. Как повысить маневренность кораблей, получить электричество от морских потоков, снизить виброактивность судов – это далеко не полный список тем конференции. В деловой программе свыше 50 докладов, которые войдут в сборник трудов. Я очень благодарен оргкомитету этой школы, которая организует такие встречи, потому что здесь встречаешь и людей, которые были достаточно близки, знали там и по научной части, и по житейски будем говорить. И мы с удовольствием посещаем такие мероприятия. Для участников предусмотрели не только деловую программу. Гости посетят родину Алексея Крылова и пополнят Музей Академика новыми экспонатами. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Безопасность отдыха – пожалуй, одна из самых актуальных летних тем. Сегодня на центральном пляже сотрудники Минздрава давали открытый мастер-класс по спасению утопающих. Как действовать в экстренной ситуации и оказать первую помощь, теперь знает Ирифат Фадкулин. Открытый мастер-класс собрал вокруг себя немало людей. Всем полезно знать, с помощью каких методов можно обезопасить свою жизнь и жизнь своих близких. Первая медицинская помощь – самая важная часть спасения утопающих. Если человек без сознания, нет пульса или дыхания, надо освободить легкие. Как только из дыхательных путей выйдет вода, необходимо перевернуть пострадавшего на спину и начать делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Плечи поближе, перпендикулярнее. Лучше подойти поближе к торсу. То есть бояться его не надо. Здесь вы – спасатель. И начинаем делать компрессии грудной клетки. Как мы их делаем? Запомните одно соотношение и забудьте все остальные. 30 к 2. Считаем десятками. Голова должна лежать ровно и быть чуть запрокинутой. Как только спасенный придет в себя и начнет дышать, его нужно положить на бок и укрыть. То, что учили в школьные годы, уже давно забылось. И сейчас просто мы заново получаем эти знания. И все меняется. Как говорит мужчина, это прям такое открытие для меня было. И то, что не обязательно, например, если ты боишься делать вдохи рот в рот, можно не делать этого. Главная твоя задача – качать вот эту компрессию, это делать. Случаи, когда отдыхающие становятся жертвой водной стихии, происходят часто и каждый раз по разным причинам. Основные ошибки – они бросают своих детей, без присмотра оставляют на пляже. Не следят за ними. Дети залезают в воду. Там резкий сплав, резкий уход глубины. Так что ребенок буквально считанные минуты может пропасть из виду и утонуть. А еще ошибки – то, что сюда приходят не позагорать, отдохнуть, а пьют, распивают, курят в общественном месте. Они залезают в воду пьяными. И вследствие этого не хватает им сил, и они теряют самоконтроль, включают панику и вследствие этого тонут. Но опьянение – далеко не единственная причина, по которой люди тонут. Опасными могут быть и резкие перепады температур, когда люди, разогревшись на солнце, кидаются в холодную воду. В этом году утонуло 7 человек. Спасено было 8. Это с начала года. Ну и люди должны сейчас понимать, вода еще недостаточно прогрелась. Лучше пока временно от купания, я считаю, вообще воздержаться. Она должна быть 20-22 градуса. Организаторы надеются, что такие мастер-классы помогут сократить количество жертв в купальный сезон. Рифат Фадкулин, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. В День молодежи стали известны имена обладателей государственных премий. С лучшими из лучших познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. Это уже традиция. В День молодежи в зал под стеклянным куполом Дома правительства приглашают только лучших из лучших. В этом году войти в десятку и получить премию претендовали авторы более 40 проектов. Молодежные премии в республике вручают на протяжении вот уже 22 лет. Их лауреатами стали свыше 180 человек. Этот список продолжает Кирилл Лукин, автор проекта «Моя альтернатива. Здоровая нация». Наш проект заключается в том, что мы организуем несколько площадок, на которых люди могут найти свою альтернативу. Благодаря этому проекту люди приходят в новый вид единоборств. Люди выбирают какие-то нетрадиционные виды спорта, где они также реализуют свои активности. И за счет этого они занимаются спортом, физкультурой, не сидят дома. И когда это происходит, люди сами приходят и говорят спасибо. Люди сами обращают на это внимание, что удалось переломить их точку зрения. Среди лауреатов премии для молодежи – разработчики низковольтных выключателей для корабельных систем. Мы разрабатывали автоматические выключатели, которых у нас в России аналогов нет. Мы по программе импортозамещения в России выполняли данную работу. То есть наши разработки будут применяться уже на кораблях, на судах по всей России. Номинируем у нас 5 человек, как молодые специалисты. А так у нас в лаборатории, которая выполняла работу, около 13 человек. В этом году появилась и новая премия за развитие молодежного общественного движения. Ее обладателями стали представители студенческого отряда. Хочется сказать огромное спасибо за ту поддержку, которую оказывается молодежи Чувашской республики. Чуваши – это то место, где хочется жить и развиваться. Обладателями премии стали и авторы студвестника Чувашской сельхозакадемии. И даже КВНчики. Многие обладатели премий признаются, что реализуя проекты, не задумываются о прибыли. Большое спасибо, что молодежь Чуваши слышит, ее видят, ее замечают. Поддерживают просто как, насколько это возможно, чувствуем поддержку просто со всех сторон. Сегодня в Доме правительства вручали и благодарности от Федерального агентства по делам молодежи. Председатель Кабмина региона отметил, что обладатели наград должны стремиться покорить и новые высоты. Надеюсь, что ваша работа внесет вклад в развитие Чувашской республики и Российской федерации. С праздником поздравляем. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Сегодня же победители грантовых конкурсов за круглым столом рассказали о том, как идет работа над проектами, что удалось сделать и что еще предстоит. Работать не стыдно, утверждают студенты ЧГУ. Ребята разработали проект, который в итоге поддержали на федеральном уровне. В феврале этого года начали его реализацию. С февраля по май проводили импромоакции, презентовали рабочие специальности по трем направлениям. Педагогическое, строительное и медицинское. Было охвачено более 200 студентов. Мы их уже трудоустроили, они сейчас работают. В Республике Крым, в городе Евпатория, это у нас педагогический отряд, там базируется. А сервисный отряд «Пегас» у нас базируется в Кабардинке, Краснодарский край. Сегодня у нас уехали проспект 15, это строительный отряд, который будет работать в городе Озерки, Челябинской области. И отряд проводников «Чугунщул», которые работают в городе Питер. Анастасия Кутузова свой проект «Память навсегда» также реализует в этом году. Работа предстоит большая. Ребята собирают видеоархив, записывают воспоминания ветеранов. Всего планируют снять 22 короткометражных фильма-интервью, а затем разместить их на специальном сайте. Эти рассказы также войдут в сборник воспоминаний. Кроме этого, молодые люди планируют проводить уроки мужества в школах. Особенность наших уроков памяти в том, что мы представляем историю Великой Отечественной войны через именно лица, через ветеранов, тружеников тыла. Мы стараемся сделать для младших школьников, естественно, соответствующим их возрасту, более короткий материал, но более интересный, более емкий. А для детей, скажем так, среднего звена мы стараемся более, скажем так, продуктивный, хотим охватить больше материала, чтобы они использовали именно этот видеоурок и в своей учебной деятельности. Все проекты очень разные, отметил заместитель министра образования и молодежной политики Чуваший Сергей Кудряшов. Но все они преследуют благие цели и направлены на то, чтобы сделать жизнь лучше и интереснее. Молодежь в Чувашской республике очень активная, инициативная. Об этом говорят сухие цифры статистики. Если в 2016 году у нас было в Чувашской республике молодежи получено всего 4 гранта, то в 2017 году 18 на сумму более 6 миллионов рублей. А в этом году уже, буквально на июнь месяц, 24 гранта на сумму более 7 миллионов рублей. Количество этих грантов этим числом в этом году не ограничится. Я надеюсь на то, что благодаря работе нашего центра молодежи инициатив, где работает замечательная проектная школа, мы будем учить наших молодых граждан писать более эффективные гранты, которые получат поддержку на уровне правительства Российской Федерации. Пользуясь случаем, я хотел бы отменить нашего Министерства образования и молодежной политики, поздравить нашу молодежь. Мы в нее верим, мы ее ценим и будем делать все возможное, чтобы они работали на благо нашей Чувашской республики. А в Чувашском госуниверситете имени Ульянова честовали лучших выпускников. О планах на будущее и самом ярком моменте студенчества в нашем репортаже. В глазах этих ребят читается одновременно и грусть, и радость. Несколько лет пролетели словно миг. Вчерашние студенты делают свой первый шаг во взрослую жизнь. Эта золотая сотня уже на студенческой скамье заявила о себе как о мощной силе. Получить звание «Лучший выпускник 2018» непросто. Программа обучения с каждым годом становится сложнее, требования к студентам все выше. Но эти ребята своей скрупулезной работы доказали, что любую вершину можно покорить. Главное – желание. Ваши высокие результаты, конечно, плод ваших личных усилий. Подготовка к сессии, каждому сложному, особо сложному предмету. Бессонные ночи на студенческой весне. Выезды по поручению университета для участия и защиты его чести на самых серьезных форумах. Это международные олимпиады, конференции всероссийского уровня. Все это вы прошли с честью и достойно. Вами мы по праву гордимся. Поздравить выпускников с окончанием учебы в УЗЕ приехал премьер-министр Чувашии Иван Маторин. Хочу вам от всей души пожелать реализоваться как люди, как специалисты и запомнить свою учебу на всю оставшую жизнь. Выпускница медицинского факультета Гульнара Ялюкова сегодня сменила белый халат на темно-синюю академическую мантию. Она не скрывает волнения и радости. Для нее это действительно знаменательный день. Девушка говорит, связать свою жизнь с профессией врача хотела с детства. Еще одна обладательница свидетельства лучший выпускник 2018 Татьяна тоже призналась, что пришлось немало потрудиться. Дальше планирует остаться работать на благо родного края. Я пришла буквально сюда после школы. Мне кажется, тем не состоявшимся человеком, и пройдя вот эти 4 года, я могу сказать, что я впитала все, что мне могли дать, не могли дать. Может что-то где-то были какие-то изъяны, но тем не менее я постаралась делать многое. И спасибо большое университету, я ему очень благодарна. Одно дело вносить, строить дома, а вот у меня специальности плага снабжения и вентиляции – это внести уют, тепло и душевность. Кто-то ради заветного диплома преодолевал не только себя, но и тысячи километров. Клаудио Гросс приехал в Россию из Анголы в факультет машиностроительной. Признается, учиться было невообразимо сложно. Казалось, что до диплома, как до родной Африки, но природное трудолюбие победило. Можно не видеть по лицу, но я очень рад, я чуть-чуть плакал, чтобы попал в 100 лет выпускников. Это же большая разница. Там не все же выпускники, мы все молодцы. Университет мне дал много чего, но самое большое – это опция, чтобы работать. Мне готово делать жизнь именно. В университете я много чего выучился, не только предметом, а только с друзьями, тоже познакомились. И они много чего мне выучили, как живет в России, ваша культура. Теперь новоиспеченным экологам, экономистам, строителям, журналистам, юристам и менеджерам придется применить все полученные знания на деле. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика. Встреча с молодежью прошла и в Чувашском педагогическом университете. Там с самыми активными студентами встретился депутат Госдумы Николай Малов. О том, что интересует современную молодежь, говорили за круглым столом. Руководителя волонтерской организации Анну Карпееву беспокоит дальнейшая поддержка добровольческого движения. Николай Малов ответил, что волонтеры будут поддерживаться в стране до тех пор, пока в их помощи будут нуждаться. Мы реализуем социальные проекты, такие как арт-мастерские в гостях у детей. Недавно совместно с МВД Чувашской Республики мы ездили в социальный революционный центр Ленинского района, проводили квест по формированию правовой культуры у учеников. В этом году наша организация заняла первое место в конкурсе «Мы – будущее города Чебоксары» в номинации «Лучшая молодежная организация города». Молодой учитель первой гимназии и одновременно магистрант педуниверситета Александр Золотов спросил о введении третьего обязательного ЕГЭ. Будет ли он все-таки, какой это будет экзамен и нужен ли он для внедрения. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Как это будет происходить? Спасибо большое. В 2022 году предполагается, что третий обязательный экзамен будет иностранным языком. То есть федеральный министр не только вчера в интервью, но и до этого говорил о том, что сейчас будет идти в рамках повышения квалификации учителей, в основном предметников иностранного языка, будет подготовка ввестись к тому, чтобы третий все-таки планирует федеральный министерство взять это обязательно как раз иностранный язык. Я думаю, это в принципе правильно. Самым активным и телеустремленным студентам и сотрудникам вуза вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Николай Малов отметил, с такой молодежью можно быть уверенными в будущем страны. Праздничный день, день молодежи. Конечно, общаясь с нашей молодежью, я понимаю, что она еще является источником энергии. Поэтому только положительные эмоции. Были, может быть, не совсем и простые вопросы, которые требуют не просто внимательного отношения, но и конкретных действий. Но для этого мы и собираемся, для этого мы и общаемся. Мы должны чувствовать вот эту связь, это дыхание юности, молодости. Татьяна Трофимова, Анастасия Алангина, Борис Андреев, Республика. А накануне Дня молодежи с участниками Всероссийского движения «Волонтеры-медики» встретился министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов. В Чувашии региональное отделение движения «Волонтеры-медики» работает с 2016 года. Его участники – это студенты медицинского факультета Чувашского госуниверситета, медколледжа и училища. Они помогают медперсоналу в больницах, занимаются профориентацией школьников и просвещением населения. Во время обучения нам дают такой объем информации, очень нужной, которая может пригодиться тебе и как в учебе, и в дальнейшей жизни. Это как избежать сахарного диабета, например. Мы спрашиваем медсестер, что, как делать. Они нас учат, это уже какая-то база, и с этой базой уже легче идти дальше. Ты уже понимаешь, для чего это нужно, для чего ты учишься. И ты это делаешь на благо уже, получается, людям. «Волонтерское движение в медицине – это особая миссия. Не каждый человек может разделить чужую боль», – отметил Владимир Викторов. В рамках встречи также подписали соглашение о сотрудничестве Минздрава Чувашии с региональным отделением движения. «Моя альтернатива – здоровая нация». Фестиваль под таким названием прошел в сквере перед Национальной библиотекой. Он приурочен к Международному дню борьбы с наркотиками. Проявить себя в таком необычном виде спорта, как масс-рестлинг, нарисовать рисунки, позаниматься йогой. На выбор более 40 интерактивных площадок. Специалисты наркологического диспансера провели диагностические исследования. А сотрудники МВД рассказали о некоторых методиках расследования дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Цель фестиваля одна – показать, насколько прекратен мир без наркотиков. Он проводится в пятый раз. В этом году собралось более тысячи участников. Когда человек занят, когда у него глаза горят от желания заниматься спортом, реализовывать творческие проекты, заниматься творчеством – вот это основа нашей позитивной наркопрофилактики. Но сегодня еще очень важно, чтобы каждый из жителей города, чтобы каждый из жителей республики понимал, что есть гражданская позиция и есть ответственность. И если они ведут проблему, нельзя молчать. Нужно обязательно эту проблему решать, обращаться в соответствующие органы. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Не успели начаться летние каникулы, как незаметно пролетел первый месяц лета. За это время более 6 тысяч детей отдохнуло в столичных пришкольных лагерях. В оздоровительном лагере при 18-й школе города Чебоксары в июне отдохнуло 125 детей. Ученики первых пятых классов в три недели с 8.30 утра до 14.30 проводили время с пользой. Они играли в интеллектуальные игры, соревновались, участвовали в конкурсах и встречались с интересными людьми. На закрытии лагерной смены они пообщались с депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов Владиславом Кригером. Организация детского школьного лагеря – одна из важнейших и интереснейших форм работы с детьми в летнее время. Лагерь несет на себя очень важную миссию – воспитание и оздоровление детей. Мы все видим их радостные лица и надеемся, что они наберутся сил и новых впечатлений для нового учебного года, для спортивных достижений. И будут радовать нас в течение следующего года. В организации досуга пришкольного лагеря также принимали участие активисты ТОСа «Кировский-1». Привели мы здесь конкурс рисунков на асфальте «Город моей мечты». И конкурс викторину «Знаешь ли ты страну такую?». И вот действительно Кригер Владислав Валерьевич оказывает большую помощь в проведении таких больших мероприятий в микрорайоне. Встречи, беседы часто проводятся. В 18-й школе больше всего мы собираемся и в подростковом клубе «Кировец», где проводятся тоже индивидуальные встречи с населением. Всего же в Чебоксарах в 51 школе и учреждениях дополнительного образования были организованы оздоровительные лагеря. Еще в 12 школах смены с кратковременным пребыванием. Анастасия Лангин, Александр Петров, Республика. Я с вами прощаюсь. До завтра.